С какой высоты должна свободно падать градинка, чтобы при ударе о землю она расплавилась? Температуру в начале падения считайте равной минус 20 градусов по Цельсию. Теплопередачу между градинкой и окружающей средой не учитывайте. Для начала запишем данное. Начальная температура равна минус 20 градусов по Цельсию. Удельная теплоемкость льда равняется 2100 джоуль на килограмм и градус Цельсия. Температура плавления равна 0 градусов по Цельсию. Удельная теплота плавления равна 33 на 10 в четвертый джоуль на килограмм. Ускорение свободного падения G это 10 метров на секунду в квадрате. Найти высоту H неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Также построим зависимость температуры от времени. Напишем формулу потенциальной энергии. E потенциальная равняется NGH. Напишем формулу количества тепла при нагревании. Q равняется. Удельная теплоемкость вещества на массу вещества на изменении температуры. Дельта Т. Также напишем формулу количества тепла при плавлении. Q равняется. Удельная теплота плавления умноженная на массу вещества. Эти формулы нужно знать. Количество тепла Q, которое необходимо для плавления нашей градинки, будет складываться. Из количества тепла нагревания градинки до 0 градусов Цельсия плюс количество тепла Q при плавлении. Рассмотрим количество тепла при нагревании. Q нагревания будет равняться. Удельная теплоемкость льда на массу льда на изменение температуры. T плавление минус T начальное. Количество тепла Q при плавлении нашей градинке будет равняться. Удельная теплота плавления льда на массу льда. Подставим наше Q нагревание и Q плавление в ранее написанное выражение для количества тепла Q. Тогда у нас получается, что количество тепла Q равняется. Удельная теплоемкость льда на массу льда на изменение температуры. T плавления минус T начальное. Плюс удельная теплота плавления на массу льда. По условию задачи сказано, что наша градинка свободно падает. Следовательно, вся энергия, которая обладает нашим градинкам в начальный момент, перейдет в конечном счете в количество тепла без потерь. Тогда мы должны найти потенциальную энергию градинки в начальный момент времени. E потенциальная будет равняться масса нашей градинки умножить на G и умножить на высоту H. Так как у нас нет потерь, мы можем приравнять количество тепла Q и потенциальную энергию. Тогда отсюда у нас получается, что масса льда на G и на H будет равняться Q. В правой части нашего Q мы вынесем общий множитель массы льда. Тогда у нас получается, что масса льда умноженная на скобку. От первого слагаемого остается C льда умноженная на изменение температуры. T плавления льда минус T начальное. А от второго слагаемого остается плюс удельная теплота плавления льда. Выразим отсюда высоту H. Тогда высота H будет равняться... Тогда высота H будет равняться... Масса льда умноженная на скобку. C льда на разницу температуры T плавления минус T начальное. Плюс лямбда. Знаменатель. Масса льда умноженная на G. Сократим массу льда. И тогда у нас получается числитель C льда на разницу температуры. T плавления минус T начальное. И плюс удельная теплота плавления лямбда. Знаменатель. Ускорение свободного падения G. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда высота H будет равняться... Посчитав, получаем, что высота H равняется 372 на 10 во второй метра. Переведем в километры и округлим до целых. Это примерно 37 километров. Запишем ответ. Высота H, с которой должна упасть глядинка, чтобы расплавиться, равна 37 километров. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует...